Издательство АСТ представляет Томас Манн Доктор Фаустус Часть первая Читает Михаил Бубер День потухал, На землю сумрак лёг, Людей труда к покою призывая, Лишь я один покойным быть не мог, Путь трудный, утомительный, свершая. Всё то, что предстояло мне вперёд, Страдания и обаянье рая, То в памяти навеки не умрёт. О, музы! О, святое вдохновенье! Теперь вы мой единственный оплот. Данте. Ад. Песнь вторая. Глава первая. Со всей решительностью спешу заявить, Что если этому рассказу о жизни Адриана Ливеркюна, Этой первой и, так сказать, предварительной биографии Дорогого мне человека и гениального музыканта, С которым столь беспощадно обошлась судьба, Высоко его вознёсшая, А затем незринувшая в бездну, Я и предпосылаю несколько слов о себе И своих житейских обстоятельствах, То отнюдь не с целью возвеличить свою особу. Единственным моим побуждением была мысль, Что читатель, вернее, будущий читатель, Ибо в настоящее время нельзя и думать о том, Чтобы моя рукопись увидела свет, Если только чудом она не окажется за стенами Осаждённой крепости Европы И там хоть отчасти приоткроет Тёмную тайну нашего одиночества. Но лучше начну сначала. Только в предположении, что читатель захочет узнать, Кто же это пишет об Адриане Ливеркюне, Я предпосылаю его биографии Несколько слов о самом себе. Не без боязни, конечно, Вселить в читателя сомнения, В надёжные ли руки он попал. Иными словами, Посильно ли человеку моего склада эта задача, Задача, на выполнении которой Меня подвигло скорее сердце, Нежели право духовного сродства. Перечитав эти строки, Я уловил в них какую-то затруднённость дыхания, Беспокойство, Столь характерное для душевного состояния, В котором я нахожусь ныне, 23 мая анно 1943-го, Через два года после смерти Ливеркюна, Вернее, через два года после того, Как из тёмной ночи он перешёл в ночь беспросветную, Собираясь приступить здесь, В маленьком своём кабинете, В городе Фрейзинге, На Изаре, К жизнеописанию моего с миром почившего, О, если бы так, Несчастного друга. Да, Нелегко у меня на душе, Ибо настойчивая тяга к сообщительности, Увы, Парализуется страхом сказать нечто, Не подлежащее огласке. Я человек уравновешенный, По натуре здоровый, Что называется, Хорошо темперированный, Словом, Приверженный гармонии и разуму, По роду занятий я учёный, Присягнувший на верность латинского воинства, Не вовсе чуждый искусству, Играю на виола диаморе, Но отношения мои с музами Носит скорее академический характер, И сам я рассматриваю себя Как преемника немецких гуманистов Эпохи писем тёмных людей Рейхлина, Крота из Дорнгейма, Муциана и Эобана Гесса. Демонического начала, Хотя я отнюдь не собираюсь Отрицать его влияние на человеческую жизнь, Я всегда чурался, Инстинктивно его избегал, Не чувствуя ни малейшей склонности Отважно спускаться к силам тьмы Или самонадеянно вызывать их из бездны, А если волею судеб Они порою искушали меня, Я им и пальцы не протягивал. Этому своему убеждению Я приносил немало жертв, Идеальных и меркантильно-житейских. Так, Я без малейших колебаний до срока Отказался от любезной Моему сердцу педагогической деятельности, Как только понял, Что она не идет в ногу с запросами И духом нашего исторического развития. В этом смысле я с собой доволен, Но такая решительность, Или, если угодно, Ограниченность моей натуры, Тем более заставляет меня сомневаться, По плечу ли мне тот урок, Который я себе задал. Не успел я взяться за перо, Как с него уже сбежало слово, Втайне смутившее меня, Слово «гениальность». Я говорил о музыкальном гении Моего покойного друга. Впрочем, слово «гений», Хотя и сверхмерное, Все же обладает благородным, Гармоническим, По-человечески здравым звучанием. И поскольку я обыкновенный человек, И в мыслях не имею считать себя Причастным к этим высоким сферам Или исполненным Божественным вдохновением, То у меня, собственно, Нет разумного повода Страшиться этого слова, Как нет причины страшиться благоговейно, Радостно и почтительно Говорить о гениальности. Похоже, что так. И тем не менее, нельзя отрицать, Да это и никогда и не отрицалось, Что в сияющей сфере гения Тревожно соприсутствует Демоническое начало, Противное разуму. Что существует ужасающая связь Между гением и темным царством. И, наконец, что именно поэтому Эпитеты, которые я старался К нему приложить, Благородный, Здравый, Гармонический, Не совсем подходящие эпитеты. Даже когда С болью решаюсь я На такое разграничение, Речь идет о чистой, Неподдельной гениальности, Которую Господь Бог Благословил Или покарал человека, А не о гениальности Гибельной и порочной, О грешном, Противоестественном Сжигании своих талантов, О мерзостном Выполнении Богопротивной сделки. Тут меня останавливает Неприятное чувство, Что я допустил Некую артистическую промашку. Сам Адриан Уже, конечно, Бы не потерпел, Чтобы, ну, скажем, В симфонии Так преждевременно Зазвучала эта тема. У него она Проступила бы Разве что потаенно, Почти неощутимо, Словно издалека. Впрочем, возможно, То, что сорвалось У меня с языка, Воспримется читателем Как нечто туманное, Как сомнительный намек, И только я один В этом усматриваю Грубую И непростительную Нескромность. Человеку моего склада Кажется трудным, Едва ли не фривольным Подойти к предмету, Который ему дороже жизни, Который переполняет Всю его душу, С рассудочно-игровой Расчетливостью Компонующего художника. Потому-то я раньше времени И заговорил О различии между Просветленным И непросветленным Гением Различии, Которое я отметил Лишь за тем, Чтобы тут же В нем усомниться. И правда, Пережитое заставило Меня так напряженно, Так неотступно Размышлять Над этой проблемой, Что временами К ужасу моему Мне начинало казаться, Будто меня самого Выносят за пределы Предуказанной мне Ограниченной сферы, И я Недозволенным образом Превышаю уровень Своих природных способностей. Но обрываю И этот ход мысли, Так как вспомнил, Что заговорил-то я О гении И о его бесспорной Причастности Демоническому началу Лишь за тем, Чтобы объяснить, Почему я сомневаюсь, Обладаю ли я Необходимыми данными Для разрешения Предстоящей мне задачи. Рассеять мои сомнения Может только один Успокоительный довод. Мне было суждено Долгие годы Прожить в доверительной Близости с гениальным Человеком, С героем этих Моих записей, Знать его с детства, Быть свидетелем Его становления, Его судьбы И в скромной роли Помощника Даже участвовать В его творчестве. Либретто для задорной Юношеской оперы Ливеркюна По комедии Шекспира Бесплодные усилия любви Написаны мною, Да и текст К гротескной оперной Сюите Деяния римлян И каратории Откровения Святого Иоанна Богослова Составлен с моей Помощью И отчасти По моему почину. Вдобавок, Я обладатель Бесценных записей, Который покойный Мне, А никому другому Завещал еще В добром здравии Или, вернее, В юридически Неоспоримом Относительно Добром здравии. На эти записи Я и буду опираться В своем повествовании И даже вставлять В него Обдуманно Выбранные Из них отрывки. Но первейшим И решающим Моим оправданием, Если не перед людьми, Так перед Богом, Было и осталось То, что я Любил его. С ужасом И нежностью, С состраданием И беззаветным Восторгом, При этом Нимало не заботясь О том, Отвечает ли он Хоть сколько-нибудь На мою любовь. О, нет, Он не отвечал на нее. Если он и завещал Мне наброски Своих композиций И дневники, То это свидетельствовало Лишь о его Дружелюбно Трезвом ко мне Отношении. Я почти готов Сказать О милостливой И для меня, Несомненно, Почетной вере В мою добропорядочность, Преданность И корректность. Но любить? Кого же любил Этот человек? В свое время Женщину, Пожалуй. В конце жизни Ребенка. И еще может быть Обаятельного Вертопраха, Которого он, Не потому ли, Что к нему Привязался, Прогнал от себя И прогнал В смерть. Кому он Открыл Своё сердце Или доступ В свою жизнь? Этого с ним Не случалось. Беззаветную Преданность Адриан принимал, Я в этом убежден, Подчас Вовсе Ее не замечая. Его безразличие Было так велико, Что он едва Отдавал себе Отчет в том, Что происходит Вокруг, В какой компанию Он находится И так далее. Лишь в самых редких Случаях Он называл своего Собеседника По имени И это заставляло Думать, Что он просто Не знал его имени, Хотя собеседник Имел все основания Предполагать Противное. Одиночество Адриана Я бы сравнил С пропастью, В которой Беззвучно И бесследно Гибли чувства, Пробужденные Им в людских Сердцах. Вокруг него Царила стужа. И как тяжко Стало мне, Когда написав Это слово, Я вспомнил, Что он сам Однажды Употребил его И в какой Страшной связи. Жизнь И постижение Ее Наделяют Отдельные Вокабулы Оттенком, Вовсе чуждым Их будничному Смыслу, Крозным нимбам, Невидимым тому, Кто хоть Однажды С ними Не столкнулся В их Самом Страшном Значении. Глава Вторая Я Зовусь Сиренус Цейтблом, Доктор Философии. Мне Самому Странно Столь Запоздалое Представление, Но ход Моего Рассказа Мне Не Позволил Сделать Его Раньше. Возраст Мой Шестьдесят Лет, Ибо Я Родился В 1883 Году Первым Из Четырех Детей У моих Отца И Матери В Кайзер Сашерне На Заале В Округе Мерзебург. Там Провел Свои Школьные Годы И Леверкюн. Посему Я Воздержусь От Описания Нашего Городка До Той Страницы, Когда Начну О них Рассказывать. Поскольку Мой Жизненный Путь Неоднократно Переплетался С жизненным Путем Великого Композитора, То О том И О другом Пожалуй Лучше Рассказывать Слитно, Дабы Не Забегать Вперед, А в Эту Ошибку Легко Впадает Каждый, У кого Много Накопилось На Сердце. Здесь Замечу Только, Что Я Родился В семье, Принадлежавшей К весьма Скромному Кругу Бюргерства, К людям, Так Сказать, Полуобразованным. Отец Мой Вольгему Цейдблом Был Аптекарь, Считавшийся Лучшим В городе. В Кайзерсашерне Имелось Еще Одно Фармацевтическое Заведение, Но оно Не Пользовалось Таким Уважением И Доверием Горожан, Как Цейдбломовская Аптека Благие Посланцы И С трудом Выдерживала Конкуренцию. Наша Семья Принадлежала К маленькой Католической Общине Кайзерсашерна, Основную Часть Населения Которого Составляли Лютеране. Моя Мать Была Набожной Прихожанкой, Усердно Выполнявшей Религиозные Обряды, Тогда Как Отец, Вероятно, За недосугом Относился К ним Спустя Рукава, Хотя Всегда И во Всем Поддерживал Своих Единоверцев, Полагая, Что такая Солидарность Имеет Политическое Значение. Примечательно, Что у Нас в гостиной, Помещавшейся Над лабораторией И аптекой, Частенько Сиживал Не только Наш Духовник, Церковный Советник Цвилинг, Но и Городской Равин, Доктор Карлибах, Гость, Навряд ли Мыслимый В протестантских Домах. Внешний Представитель Римской Церкви Был куда Более Привлекателен, Но у Меня Осталось Впечатление, Вероятно, Основанное На словах Отца, Что низкорослый И длиннобородый Талмудист, Никогда Не снимавший Ермолки, Ученостью И остротой Религиозной Мысли, Значительно Превосходил Своего Коллегу Иноверца. Может быть, Эти юношеские Воспоминания, Да еще Острая Восприимчивость Еврейских Кругов К творчеству Ливеркюна И побудили Меня Не согласиться С позицией, Занятой Нашим Фюрером И его Паладинами В отношении Евреев, Что, собственно, И заставило Меня Отказаться От педагогической Деятельности. Конечно, Мне приходилось Сталкиваться И с совсем Другими Представителями Этого Племени. Взять, К примеру, Хотя бы Культуру Философа Брейзехера Из Мюнхена, О крайне Неприятных Чертах Которого Я не примену Сказать В свое Время. Что касается Моей Принадлежности К Римской Церкви, То Таковая, Конечно, Сформировала И до известной Степени Определила Мое сознание. Хотя Колорит Католической Культуры Никогда Не вступал В противоречие С моим Гуманистическим Мировоззрением, С моей Любовью, Как говорили В старину К прекрасному И в искусстве И в жизни. Оба Эти элемента Отлично Во мне Уживались, Что, Впрочем, Неудивительно, Ибо я Вырос В стенах Старинного Города, Исторические Традиции И архитектурный Облик Которого Сложились Во времена Церковного Единства. Правда, Кайзер Сашерн Расположен В исконном Краю Лютеранства, В самой Его Сердцевине, Среди Таких Городов, Как Эйслебен, Виттенберг, Кведленбург, Гримма, Вольфенбюттель И Эйзенах, Что, В свою очередь, Проливает Свет На внутреннюю Жизнь Лютеранина Леверкюна И отчасти Объясняет Его поступление На богословский Факультет. Реформацию Можно сравнить С мостом, Перекинутым Из схоластических Времен В наш век Свободного Мышления, Но также Из нашего Времени Вглубь Средневековья, Пожалуй, В еще Большую Глубь, Сравнительно С незатронутой Расколом Христианско-католической Традиции Светлой Любви К просвещению. Во всяком Случае, Я чувствую Себя Как дома В той Золотой Сфере, Где Пресвятую Богородицу Зовут Мать Кормилица Юпитера. Чтобы еще Немного Дополнить Необходимейшие Сведения О моей Вито Жизни, Замечу Только, Что родители Дали мне Возможность Посещать Гимназию Ту самую, Где двумя Классами Младше Учился И Адриан. Она была Основана Во второй Половине Пятнадцатого Века И до Самого Последнего Времени Именовалась Школой Братьев Убогой Жизни. Отказаться От этого Наименования Ее Заставил Только Стыд Перед Его Архаическим И для Современного Уха Несколько Смешным Звучанием. Теперь Она По имени Соседней Церкви Зовется Гимназией Святого Бонифация. Окончив Ее В начале Нынешнего Столетия Я Без Малейшего Колебания Отдался Изучению Древних Языков К которым Чувствовал Влечение Еще На Школьной Скамье И Которыми Последовательно Занимался В Гисенском Иенском И Лейпцигском Университетах А с 1904 По 1905 Год Не случайно Еще И в Гаале Где Тогда Учился Адриан Ливеркюн Здесь Я не могу Отказать Себе В удовольствии Обронить Хотя бы Мимоходом Несколько Слов О внутренней Почти Таинственной Связи Классико Филологических Интересов С любовью К красоте И разуму Человеческому Связи Заявляющей О себе Уже В том Что Ученых Античников Называют Гуманитариями Но Главное В том Что Внутреннее Родство Языковой Культуры И гуманитарных Знаний Венчается Идеей Воспитания Призвание Педагога Как-то Само Собой Вытекает Из приверженности К классической Филологии Человек Занимающийся Естественно Историческими Реалиями Может Конечно Быть Учителем Но Никогда Не станет Воспитателем В той Смысли И в той Степени Как Некто Посвятивший Себя Изящной Словесности Да И язык Звуков Если Позволительно Так Именовать Музыку Быть Может Более Проникновенный Но Странно Нечленораздельный Не Кажется Мне Относящимся К Педагогической Гуманитарной Сфере Хотя Мне Конечно Известно Что музыка Играла Подсобную Роль В воспитании Элинов И в Общественной Жизни Древнегреческих Городов Несмотря На всю Логически Нравственную Суровость Которой Ей угодно Прикрываться Музыка Как мне Представляется Все же Причастна Миру Духов И я Не поручусь Заполную Ее Благонадежность В делах Человеческого Разума И Человеческого Достоинства А что Я Вопреки Сказанному Всем сердцем Ей предан Одно из Благих Или Пагубных Противоречий Неотъемлемых От природы Человека Опять я Позволил Себе Отступление Впрочем Пожалуй Что и нет Ведь вопрос Можно ли Провести Четкую Грань Между Наставнически Благородным Духовным Миром И этим Миром Духов Имеет Прямое Увы Даже Слишком Прямое Отношение К этим Моим Записям Да и Существует ли вообще Такая Область Человеческого Пусть Наисветлейшая Наидостойнейшая Которая Была бы Вовсе Недоступна Влиянию Темных Сил Более Того Не нуждалась Бы В оплодотворяющем Соприкосновении С ними Мысль Эта Не вовсе Чуждая И Человеку Отнюдь Не тяготеющему К демонизму Стало Приходить Мне на ум Еще во время Моего Полуторагодичного Путешествия По Италии И Греции Которые Мне дали Возможность Совершить Мои добрые Родители Едва Только я Сдал Государственный Экзамен Глядя С высоты Акрополя На священную Дорогу По которой Проходили Участники Мистерий С шафрановой Повязкой На лбу И с именем Вакха На устах И позднее Когда я стоял На месте Посвящения В таинство Близ Эвбулее На краю Плутонова Ущелья Под нависающими Скалами Я смутно Проникся Чувством Которое Мы зовем Полнотою Жизни Чувством Побудившим Олимпийское Эллинство Преклоняться Перед богами Земных Глубин Впоследствии Я не раз Говорил С кафедры Своим Ученикам Из выпускного Класса Что истинная Культура Это благочестивая Гармоничная Я бы даже Сказал Примеряющая Приобщение Темных сил К культу Богов Олимпийцев Продолжение следует...